70 лет Великой Победе 70 лет атомной промышленности в России Эти два юбилея не случайно шагают рядом Приручением ядерной энергии в СССР занимались еще во время Великой Отечественной войны После трагедии в Хиросиме и Нагасаке Развитие атомной отрасли стало вопросом национальной безопасности И 20 августа 1945 года Иосиф Сталин подписал указ о создании при Государственном комитете обороны Специального комитета для координации работ по урану Так началась история российской атомной отрасли Символично, что не Советский Союз и не Россия создали первую атомную урону Но именно Советский Союз построил первую атомную электростанцию Первый атомный ледокол Эпоха мирного использования атомной энергии Вся была создана атомной отраслью Советского Союза Возможность использования атомной энергии в мирных целях открыл Игорь Курчатов В конце 1946 состоялся пуск реактора F1 А еще через 4 года началось проектирование первой в мире атомной электростанции В 1954 она была введена в эксплуатацию Когда разруха в стране, когда никаких ресурсов нет Но эти ресурсы находятся и создается отрасль Которая как локомотив вела за собой всю остальную промышленность Ведь создание атомного проекта за собой двигало Изыскательские работы, горно-рудную, сталиплавильную, цветную металлургию, химию, физику, электронику Прежде чем стать атомщиком, Юрий Вознесенский прошел огромный путь Артиллерийское училище, затем ТЭС в сибирской глубинке Лишь в 1968 году судьба привела его в наш регион Юрий Кондратьевич – первый директор Курской атомной электростанции Вступал в военное училище, когда была Курская битва А в тот день, когда мне надели погоны Первая была в Москве, в первый салют И первый, так сказать, в честь взятия Орла и Белгорода Как это было связано с Курском И когда прозвучали станции, там Ленинградская, так сказать, Смоленская Мол, в перспективе, но раньше Курска Я из ее желания поехал на Курск Их имена вписаны в историю атомной промышленности Военное детство закалило, послевоенная юность научила созидать Как атланты на своих плечах они держали ядерную мощь страны Юрий Иванов подарил атомной энергетике полвека жизни Причем на протяжении 23 лет он был заместителем директора По управлению персоналом и социальным вопросом на Курской АЭС Мы строили детские сады, школы Что еще, значит, медико-санитарную часть, спортивный комплекс Стадион, дворец культуры, гостиницы Ну, я не знаю, значит, я могу сказать, что все, что есть в городе Это мое родное, где я лично приложил каждому объекту свою руку, свою душу 28 сентября работники атомной промышленности отмечают свой профессиональный праздник В этом году они встретились на голубом огоньке Телемост объединил 11 российских электростанций От Кольского полуострова до Чукотки Чтобы атомщики со всей бескрайней России могли услышать друг друга Уже 42 года Кольская атомная станция успешно работает И обеспечивает электроэнергией Кольский полуостров и Карелия Каждая атомная станция, выходившая на связь, с гордостью представляла ветеранов Они делились воспоминаниями, рассказывали о своих наставниках Передавали приветы друзьям Личные истории, переплетаясь, сложились в единую историю российской атомной промышленности Которую ветераны творили вместе Теперь на смену им пришли дети и внуки Уважаемые коллеги, 200 лет Такой общий трудовой стаж в атомной энергетике семьи беспрознанных, которой принадлежу я Началась наша династия в 1963 году на Белоярской АЭС С моего деда, беспрознанных Павла Ивановича Который молодым специалистом пришел в атомную отрасль Впоследствии он стал заслуженным экономистом Российской Федерации Богатой династиями и Курская атомная станция Одна из самых известных семья Николаевых Для Галины свекровь стала эталоном истинного атомщика Людмила Николаева живая легенда Ей восхищался даже отец ядерной энергетики Игорь Курчатов Когда ей задают вопрос, как вам удалось дожить до такого возраста и сохранить себя, ум, энергию, доброжелательность, ну все вот лучшие качества человеческие, она ответила просто, вкалывать больше надо и думать о людях Благодаря таким людям на Курской АЭС уже почти 40 лет не прекращается цепная реакция успеха Энергетический гигант Черноземья Одна из крупнейших атомных станций страны Она шагает в ногу со временем Все четыре блока прошли глубокую техническую модернизацию И за дел на будущее ведется строительство станции замещения Мы гордимся, гордимся своей историей, большой историей большой страны и малой историей нашего города Города, который носит имя великого человека, основоположника нашей отрасли энергетики атомной Мы гордимся тем, что Энергетический гигант до сих пор находится в строю ветерана, который помогает нам созидать сегодня и напоминает о том, как много великого сделано ранее Не только профессионалы с большой буквы, но еще и творческие люди Для коллег куряне приготовили музыкальный подарок Сюрприз для курских атомщиков на связь вышел Николай Маркелов, который 20 лет работал на станции, а затем возглавил Центральное управление коммерческого диспетчерования концерна «Росэнергоатом» Праздник объединивший все поколения атомщиков Поздравления летели ежеминутно, не только от первых лиц, но и от тружеников со всех станций страны Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с праздником Спасибо вам за ваш труд и результаты, которые восхищают людей по всему миру Всем коллегам по атомной отрасли желаю крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов во всех добрых делах И в завершение праздничного огонька гимн «Росэнергоатома» Его исполнили хором на всю Россию Рассчитывают на современных атомщиков и те, кто создавал эту отрасль Для ветеранов важно, чтобы труд их жизни оказался в достойных руках Приемственность поколений Директор Курской АЭС и его коллега, стоявший во главе станции 40 лет назад Обмениваются в честь юбилея подарками Мы сегодня вручили почетную грамоту, благодарственное письмо Первому директору атомной станции, Юрию Кадачичу Воскресенскому Почетному гражданину Курской области А в ответ Юрий Кадачич нам преподнес дар Книгу «История атомного проекта Советского Союза» Книга, в которой описывается, как люди, которые прошли войну, смогли создать такую великую отрасль Сегодняшняя жизнь станции тоже однажды попадет на страницы книг Ведь Курская АЭС и сейчас есть чем гордиться До 28 сентября, своему профессиональному празднику, атомщики с начала года выработали 21 миллиард 682 миллиона киловатт-часов электроэнергии 114,7% к плановому заданию Всего же за 39 лет своего существования станция произвела свыше 820 миллиардов киловатт-часов электроэнергии Мы стараемся, и у нас это получается, подражать тем людям, которые были до нас Мы также сегодня модернизируем, строим новые блоки, имеем новые технологии, которые являются передовыми в мире Нам есть чем гордиться спустя и 70 лет, как гордиться нашей страной, нашим великим, могучим народом, талантливым народом Секрет успеха – забота о людях Не только создание городской инфраструктуры, но и культурно-просветительская работа К 70-летнему юбилею атомной отрасли на территории Курской АЭС впервые прошел пленэр Пять дней работы на свежем воздухе и месяц мастерской Чтобы ко дню работника атомной промышленности в Курчатовском дворце культуры открылась выставка Погода не балует, казалось бы, август, но художники одеты по-осеннему Впрочем, на палитре отнеет не осенняя ходра, а напестрит яркими красками Все дело в настроении Я, честно говоря, не ожидал, что я приехал сюда И я думал, ну, станция, станция, там какой-нибудь блок будет стоять и все Но тут целый комплекс оказывается Тут настолько мощное такое строение И все-таки это сделал человек И, в общем-то, это продолжается строиться Грандиозно В числе участников пленэра и младшее поколение художников Они здесь, чтобы учиться И опытные коллеги охотно делятся секретами профессии Мне очень нравится все Даже не знал, что можно так вот рисовать Даже вот сегодня увидел, как можно по-новому зарисовать красками В следующий раз ребята встретились с художниками уже на выставке Аня с удивлением рассматривает картины, ведь на пленэре она стояла рядом с мастером Видела тот же пейзаж, но на ее работе все выглядит иначе Я нарисовала обычную атомную станцию Просто как ее форма Просто, знаете, река, трава и атомная станция, облака еще Окрестности атомной станции невероятно живописны, признается Валерий Васильев Всего несколько дней, а столько эскизов На будущее остался богатый творческий багаж Широкий, пеучий пейзаж Мне поразило то, что во время пленэра погода менялась три раза на день Поэтому я удивлен был, приятно удивлен Когда смотришь на картины Андрея Барышева, ощущение такое, будто бы надел розовые очки Атомная станция словно заряжена хорошим настроением А ведь будь он фотографом, в тот день работы получились бы совсем других цветов Погода – это женщина И она подвержена эмоциям, бороться с которыми художник привык с помощью цвета Такое было состояние, меня ветер обдувал, дождь обмывал Такая погода была, что вообще жуткая Я еще зонт этот держал бедный Вообще ужасное было состояние такое Думал, что хуже не придумаешь обстановку В советское время индустриальный пейзаж был на пике популярности Сегодня масштабные конструкции практически исчезли с полотен Сейчас художники поднимаются к чистой природе Но я думаю, что пройдет время и найдут какую-то красоту, конструкцию Все это возродится Владимиру Воробьеву природу и творение человеческих рук удалось сплести воедино Как из песни слов не выкинешь, так и курчатовского пейзажа Не увидишь без упирающихся в небо труп атомной станции Основной задачей было уйти максимально от индустриального пейзажа И показать именно атомную станцию живописной, настоящей, естественной частью пейзажа Которую видят жители города Курчатова Атомная станция в исполнении художественного квартета получилась многогранной Увидеть курскую АЭС со стороны, да еще и в таком непривычном ракурсе Для ее работников было настоящим подарком Вот радость жизни, умиротворение, пейзажи красивые И атомная энергетика в этих пейзажах, посмотрите, она не чужда Она не корежит мир, она наоборот его дополняет, делает его комфортнее Пленер войдет в традицию Уже в следующем году художники встретятся вновь Чтобы атомная красота курчатовских пейзажей ярче заиграла на новых полотнах Будущие картины станут подарком к еще одному юбилею Курской АЭС в 2016 году исполнится 40 лет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова